МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Слово мое крепко, всем картам лепко. Капуцин из Гондураса предсказал бейчанам будущее. Главные события, цифры, факты и люди, каким мы запомним уходящий год. Новогодние планы, афиша 10-дневных каникул заставит встать из-за стола. Аномалия, с которой столкнулись бейчане впервые за 100 лет. Вот уже месяц каждый горожанин не из вежливости, а по требованию обстоятельств начинает разговор о погоде. Не из-за отдельного дня, а потому что весь декабрь был невероятно теплым. Этот год запомнится и нам, и синоптикам. Вместо снега продолжительные дожди и оттепель. Средняя температура первого зимнего месяца минус 6 градусов. Хотя привычная для нас температура минус 15, но за три дня до Нового года зима все же поборола весеннее настроение. 2016-й мы будем встречать как настоящие сибиряки со снегом и морозами. Несколько тысяч бейчан накроют новогодние столы в новых квартирах. Для них 2015-й запомнится новоселье. Для почти полутора тысяч человек это новоселье особенное. Они получили квартиры по государственным программам. Это переселенцы из ветхого и аварийного жилья и молодые семьи. В уходящем году БИС продолжал обновляться. Теперь на месте обветшалых полуразрушенных бараков красуются новые жилые комплексы. Семь многоэтажек по улицам Боровая, Пугачева и Докучаева сейчас обживают участники краевой адресной программы по переселению. Счастливые новоселы 374 квартир – вчерашние обитатели аварийных домов. Новые квадратные метры бейчане будут получать вплоть до осени 2017 года. А вот в краевой столице этот год для переселенцев стал последним. В 2016 году у нас запланировано расселить 212 домов. Из них 4142 человека, 1468 жилых помещений. Всего за пять лет работы программы в нашем городе расселят 379 многоквартирных домов. Они признаны аварийными и подлежащими сносу на 1 января 2012 года. Для 7522 человек у застройщиков будет приобретено 2701 квартира, общей площадью почти 90 тысяч квадратных метров. Новые квартиры появились не только у переселенцев. В этом году сертификаты на приобретение отдельной жилплощади получили 57 бийских молодых семей. Мы уже присмотрели квартирку, нам понравилось. Сейчас вот остались формальности договориться с банком и документы все с застройщиком согласовать. Ну и в принципе, думаю, все получится. Программа обеспечения жильем молодых семей в нашем регионе работает уже 9 лет. За это время 895 бийских пар стали ее участниками. Общая сумма социальных выплат составила почти 580 миллионов рублей. Программа пользуется популярностью. Сегодня в очереди на сертификат стоит более 1000 семей. 1564 семьи появилось в нашем городе в уходящем году. К сожалению, 2015-й не был богат на свадьбы. Браков заключено почти на 300 меньше, чем в году предыдущем. Меньше появилось на свет и детей. И главная проблема, с которой мы столкнемся в ближайшем будущем – демографическая. Происходит старение населения, наблюдается устойчивый миграционный отток, который будет, тем не менее, сокращаться. И в настоящее время негативные демографические тенденции будут приводить к ограниченности возможности воспроизводства трудовых ресурсов. То есть на сегодняшний день и учебные заведения, и предприятия города Бийска должны принимать во внимание то, что с дефицитом трудовых ресурсов столкнемся буквально в ближайшей перспективе. Итоги рождаемости в Бийске сотрудники отдела ЗАГС подвели за три дня до Нового года. И на 29 декабря в нашем городе зарегистрировано 2925 детей. Тогда как в прошлом счет пошел на четвертую тысячу. По последним данным в Бийске проживает почти 214 тысяч человек. Женщин в городе больше, чем мужчин. Примерно через 10 лет трудоспособного населения в нашем городе станет меньше на 20 тысяч. Основные причины такого снижения это демографическая яма в 90-х. И то, что многие бийчане уезжают из города в другие регионы. Ускоренное снижение численности населения города прогнозируется уже в 2018 году. И самый минимум будет в 2025. В каждом из нас 2015-й оставил свой след. Для одних этот год наверняка запомнится окончанием школы, влюбленностью. Для других расставанием с близкими, сменой работы. Однако есть то, что мы хором не только бийчане, но и все россияне назовем главным. Это 70-летие Великой Победы. О событиях в жизни города и в собственной семье говорят известные бийчане. Лично для меня, так же как и для всего города, год был неплохим. Он был сложным. Порой очень сложным. Было очень много проблем, которые нужно было решить. Но в целом, все, что задумывалось, решено. Неплохо сработала наша промышленность, несмотря на то, что в целом в стране довольно сложная экономическая ситуация. И все-таки наши промышленники смогли удержать темпы производства. Строители, как и в прошлом году, сдали чуть больше 45 тысяч квадратных метров жилья. Это, конечно же, позволило нам выполнить свои обязательства по участию в федеральной программе по переселению из ветхого и аварийного жилья. У нас более тысячи человек справили новоселья. 57 молодых семей получили сертификаты государственной поддержки и смогли улучшить свои жилищные условия. Это, конечно, замечательно. В этом году мы выполнили указ президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. И с вводом детского сада на 220 мест мы теперь можем сказать, что мы обеспечили всех ребятишек в возрасте от 3 лет и старше местами в дошкольных учреждениях. Проделана большая работа по газификации города с вводом трех последних газораспределительных станций. Возможность подключиться к газу получили более полутора тысяч домов в городе Бейске. В личной жизни год был очень хорошим, даже только лишь потому, что в этом 2015 году у меня появилась замечательная, просто замечательная внучка. До этого у меня были только внуки. Поэтому вот даже в этом плане, вот в личном плане, год был просто изумительный. Несмотря на все санкции, введенные против нашей страны, мы все-таки пережили этот год. У нас увеличилось импортозамещение в стране, экономика наша все-таки. Ну, немножечко, чуть-чуть, на 0,6%, 1%, но немножечко подросла. А лично для меня в этом году у меня дочь вышла замуж. Да, и родила нам внука. Сегодня нам исполняется полгода. Да, у нас растет маленький Дима. Ну, очень счастлива этому. Уходящий год, наверное, запомнился новыми проектами, новыми встречами, новыми достижениями, новыми местами в детских садах, которые мы открывали. Уходящий год запомнился большими ремонтными работами. И мы можем гордиться тем, что на школах стоят достаточно много сегодня уже шатровых крыш. Если говорить про то, что запомнилось в личном плане, то, конечно, это новые встречи, новые друзья. Те люди, которые вошли в мою жизнь и стали для меня очень дорогими, близкими и значимыми. Конечно, это достижение моего сына. И я хочу всем жителям нашего города в наступающем году пожелать радости, семейного тепла, благополучия и обязательно быть счастливыми. Не скажу, что уходящий год был легким, но, наверное, эти сложности, которые мы так или иначе преодолели, те планы, которые мы ставили, мы все это выполнили. И, конечно же, хочется отметить, что это в первую очередь и высокая награда международных экспертов, которая была отнесена к бийскому бизнес-инкубатору. Это также очень хороший опыт, который мы получили по организации и совместному мероприятию с международными экспертами из Республики Чехия. Также хочется отметить, что мы зародили зерно, которое, мы думаем, прорастет в ближайшие годы. Это Алтайский полимерный композитный кластер. Проведено очень много мероприятий, очень полезных мероприятий. Найдены новые партнеры, найдены новые контакты и появились перспективы реализации новых проектов. Главное то, что мы отметили очередную веху нашего Наукограда. И очень бы хотелось, чтобы Наукоград и дальше жил, развивался, и было у нас здесь все так, как бы хотелось. Конечно, есть мечта о будущем. Несмотря на все трудности, хотелось бы, чтобы будущий год был пережит без потерь. Хотелось бы, чтобы он был наполнен яркими разными событиями, а их у нас много, событий, потому что наша наука развивается очень быстро. И, конечно, в первую очередь профессиональная деятельность нас больше всего интересует. И хотелось бы, чтобы наше население больше нас слушало, потому что сегодня мы занимаемся активной профилактикой. И это самое главное. Так вот, население, если нас услышит, то наша работа немножко будет окрашена другим. Мы без работы не останемся, но она будет иметь другую окраску, более плодотворную, более качественную, более перспективную, с большой надеждой на то, что мы подарим людям длительную счастливую жизнь. Это парад, посвященный 70-й годовщине Победы Великой Отечественной войны. Это на самом деле очень сильно на высшем уровне проведенный парад был. В этом году Федерация рукопашного боя, воспитанники, показали неплохие результаты. У нас 4 спортсмена попали на Кубок России, который пройдет в январе 2016 года в городе Кострома. Воспитанник нашего клуба, Доматов Роман, выполнен норматив мастера спорта России по армейскому рукопашному бою, выиграв Кубок вооруженных сил России на приз главнокомандующим войсками ВДВ Шаманова, героя Советского Союза. Очень сильно обратило внимание в этом году на большое количество спортсменов, занимающихся Федерацией рукопашного боя. Это начиная возраст 7-8 лет, 9-11, 12-13 и возраст 14-15 и 16-17. Возраст это допризывная молодежь. Та молодежь, которая сегодня занимается спортивной секцией, достигая высоких результатов. И те спортсмены, которые, достигая 18 лет, сами подходят и говорят, Евгений Викторович, мы хотим идти в армию, мы хотим послужить, как положено. Это в преддверии 9 мая 2016 года мы планируем вместе с фондом Александра Сергеевича Прокопьева установить три памятника. Это боевая машина-танк Т-80ВБ и боевая машина-пехоты. Это те будут памятники, которые будут показывать нашей молодежи, на какой технике воевали наши деды и прадеды, защищая родину. И ту боевую машину, на которой выполняли ребята интернациональный долг, конституционный долг, это в Афганистане, на Северной Кавказе. Для нас это в очень сильный важный момент, как ветераны. Амбийская Федерация рукопашного боя, ветеранская организация, С наступающим Новым Годом! Уходящий год войдет в историю Биска, как год, богатый на приезды знаменитостей. Никогда раньше звездные гости не посещали наш город столь активно, причем с некоторыми из них все желающие могли свободно пообщаться. По профессии океанолога, по призванию заядлый путешественник. У него за спиной сотни тысяч километров и 168 стран. И вот дорога привела знаменитого автопутешественника Саида Ахмата Довлахматова в наш город. Местные журналисты еще долго будут вспоминать его визит и улыбаться. Ведь на встрече Саид Довлахматов, рассказывая про свои приключения, упомянул, что сегодня, 29 сентября, прямо в нашем городе он отметит свой 70-й день рождения. Я очень честно работал. Можно мою автобиографию поднимать. Мы не поднимали биографию Саида Довлахматова, поверили ему на слово. А позже выяснилось, с датой рождения все в порядке. А вот в своих годах знаменитый путешественник явно заблудился. В уходящем году с гастролями Биск посетила плеяда звездных артистов. Ефим Шифрин, Екатерина Шаврина, Владимир Винокур. За эти годы много произошло разных событий. И грустных, и веселых. Вот. Удачно выдали замуж Алла Борису. Хорошего мужика нашли, пацана. С жильем все. Если попасть на звездные концерты смогли не все бичане, то послушать бесплатное выступление группы «Нана» пришли тысячи горожан. А в день рождения Бийска артисты исполнили 20 своих самых лучших песен. Здесь мы по приглашению депутата Госдумы Александра Сергеевича Прокопьева приехали поздравить жителей города Бийска и близлежащих населенных пунктов с Днем Города. По особому приглашению наш город в этом году посетили и другие известные люди. Бичане не просто смогли посмотреть на звезд, они с ними общались. Вот легенда советского кинематографа, человек, создавший на экране бессмертный образ русского офицера Василия Лановой. Сначала он принял участие в митинге, посвященном Дню Единства. Потом посетил кадетскую школу и военно-патриотический центр. А вечером выступил с концертной программой. Нужно было идти по Красной площади, потому что приглашал мэр города Москвы и так далее. Но мы приехали к вам. И каждый раз тогда Василий Семенович, да, 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 да. А вот визит Николая Валуева остался практически незаметен. Поскольку от официальной видеосъемки встречи с прессой знаменитый боксер отказался. Он приезжал в краевую столицу на Великий бой на Великом Алтае. А после исключительно ради юных спортсменов заглянул в наш город. Тем не менее, в Ютьюбе можно найти несколько любительских видео с его визитом в Бийск. Легенда советского хоккея Владислав Третьяк впервые побывал на Алтае. Именно он в нашем городе открыл хоккейный сезон. И пусть Бийск не воспитал еще ни одного Овечкина или Буре. У нашего города все впереди. Ведь в этом году у нас появились сразу две хоккейные коробки. Одна у Лицея создана с нуля, вторая у Зари восстановлена. Отдельное слово благодарности Александру Сергеевичу Прокопьеву за то, что он всегда относится очень серьезно к вопросам оказания помощи спорту. И вот мы сегодня с вами находимся на обновленной спортивной хоккейной площадке, которая получила второе, по сути дела, рождение благодаря Александру Сергеевичу. Для меня очень важно, вот такие делаются подарки для наших детей. Чтобы наши дети не только сидели дома, смотрели телевизор, занимались компьютером, но и могли управлять свое здоровье. 2016-й обещает быть не менее гостеприимным. Уже известно, что в наш город приедут белорусские песниры, звезда голоса Наргиз, а еще мы увидим балет «Лебединое озеро». Десятки книг, десятки читателей. 2015-й прошел в России как год литературы. Наша редакция вместе с газетой «Бийский рабочий» провела специальную акцию «Безопасная полка». И сейчас самое время подвести ее итоги. Легкая металлическая конструкция с десятком книг. Это мы и назвали «Безопасная полка». Термин придуман не нами, а энтузиастами, которые начали движение букросинга в России 10 лет назад. В России такой проект получил название «Безопасная полка», потому что у нас, к сожалению, природные условия не приспособлены для того, чтобы мы оставили книгу в парке, забыли на скамейке под дождем или под снегом. Легче найти книги, найти своего читателя там, где люди чаще всего бывают. В кинотеатрах, в библиотеках, в кофейнях, где-то в людных местах общественных. Такие безопасные полки мы в течение года установили в разных общественных местах. Городской дворец культуры, бассейн «Дельфин», «ЗАГС» и многие другие точки. «А вы знаете, это вообще замечательная акция, своевременная, довольно полезная. Я по своему опыту знаю, что, допустим, современную молодежь у нас как-то сейчас не очень любит читать. И многие даже заявители испытывают трудности при заполнении заявлений. Опять-таки схват сказывается, видимо, недостаточная любовь к чтению». Самыми читающими оказались работники и посетители торгового комплекса «Модный». Не успевает книга появиться на полке, как тут же находит своего читателя. Приходят прямо с таким удовольствием, берут. Ну, не знаю, приносят или нет они назад их, это я не замечала. Но что брать, берут постоянно. Здесь книги не только исчезают, но и регулярно появляются. Бейчане активно обмениваются литературой. Русская классика, детективы, романы, книги познавательного характера. Книговорот стал настолько масштабным, что книжная полка стала не справляться со своей задачей. И в торговом комплексе сделали дополнительные стеллажи. «Очень популярны детские книги. Здесь, на самом деле, библиотека уже очень разнообразна. Исторические детективы, детская литература, журналы, газеты. Журналы, газеты здесь даже не задерживаются». К акции «Безопасная полка» бейчане подключились охотно. Регулярно пополняли наши запасы книг для общественной библиотеки. Самым массовым поставщиком стала организация ветеранов и пенсионеров «Милосердие». Они отдали нам несколько коробок с литературой, которые, в свою очередь, собрали со всего района АБ. «Книги, причем, есть очень интересные, те, которые познавательные. Есть всевозможные справочники, которые могут действительно кому-то пригодиться. Ну, как можно книги уничтожать?» Начатой нашей редакцией движения с окончанием года литературы не остановится. Мы будем поддерживать «Безопасные полки» в наполненном состоянии. Конечно же, вместе с вами. Татьяна Сынаренко, Иван Зяблицкий, «Будни». Конечно, год литературы для нас, земляков, Василия Макаровича Шукшина стал знаменательным. Наверняка, не менее заметный Алтайский край проведет и год будущий, который президент уже объявил годом отечественного кино. Василий Макарович Шукшин был не только писателем, но и кинорежиссером, актером и сценаристом. Его кинокарьера началась в 1956 году. Тогда он сыграл крошечный эпизод в фильме Сергея Герасимова «Тихий дон». Семь лет спустя стал режиссером сам. Его знаменитые картины знает вся страна. «Калина Красная» получила главную премию на Всесоюзном кинофестивале в Баку. Сегодня это бренд Алтайского края. Посидеть в кинотеатре, покататься на коньках и вообще делать все, что угодно. Бейчане смогут на протяжении 10 дней. Мы подобрали для вас самые интересные мероприятия. Выбирайте. Если вы за здоровый и активный образ жизни и празднуете Новый год трезво, тогда вас ждут 1 января в час дня на площади у торгового центра созвездия. Международное патриотическое движение «Русские пробежки» приглашает всех на традиционный новогодний забег. В легком темпе от вокзала до городской елки, чьи питья и народные развлечения предусмотрены. Внедорожный Дед Мороз в четвертый раз команда клуба «Алтай оф роуд» совместно с «Русским экстримом» проводит благотворительное мероприятие для детей края. 5 января 2016 года активисты отправятся в Троицкие и Зональные районы, чтобы вручить подарки детям из малообеспеченных семей. Если у вас есть автомобили и свободное время, присоединяйтесь к акции. Подарим детям немного радости и волшебства вместе. Познакомиться с воинской повседневной культурой средневековой Европы можно в историческом отделе Бийского краеведческого музея. Также здесь ждут тех, кому хочется больше узнать о традициях, подготовке и основных атрибутах Рождества. На выставке будет работать специальная фотозона. Сделать селфи можно будет на фоне елки и игрушек в колорите старинного купеческого особняка. Для тех, кто верит в сказку, отдел Музея Чуйского тракта предлагает программу «Новогодний переполох». В центре внимания красивая и грациозная птица-лебедь-кликун. Уникальные факты из жизни птицы, народные игры командинцев и русских. Скучно здесь точно не будет. Городской дворец культуры каждый день рад видит бейчан в своих стенах. 4 января в 6 вечера бейчан ждут на новогоднем голубом огоньке. Фонд «Таланты мира» под руководством Давида Гвинианидзе представляет концерт с участием солистов Большого театра. Хорошее настроение входит в стоимость билетов. 5 января ГДК превратится в страну мультипульти. Но захватывающая дух и поражающая воображение лазерное шоу приглашают взрослых и детей. Без лошади ехали сани, без топора рубились дрова, а на сосне расцвели розы. Бейский драмтеатр приглашает на новогодний утренник по щучьему велению. Пейчан постарше храм культуры тоже не оставил без внимания. Комедии, мелодрамы и музыкальные страшилки. В репертуаре театра есть спектакли на любой вкус. Для любителей спорта и здорового образа жизни работают катки и лыжные базы. 7 января на двух площадках в ДСШ-1 и у спортивного комплекса «Заря» состоится рождественская гонка на лыжах. 9-го также в «Заре» пройдется российский турнир по самбо и соревнования по плаванию. Поболеть за участников приглашаются все желающие. Ну и в завершении нашего новогоднего выпуска самое вкусное. Каким будет год 2016-й мы уже знаем точно, благодаря главному символу. Самый экзотический способ гадания нам удалось воплотить благодаря гастролерам. Итак, смотрите, гадание на обезьяне. Бича нам крупно повезло. Несмотря на то, что мы находимся за тысячи километров от Гондураса, Новый год мы будем встречать со своей настоящей обезьяной. И благодарить за это мы должны московский цирк, который приехал к нам в гости. Капуцин – так называется этот род обезьян. Обитает он в Гондурасе. А это милейшее существо, волею судьбы оказавшееся в сибирской глубинке, зовут Мариком. Он еще очень юн по обезьянным меркам, поэтому весел, громкоголосый и непоседлив. Видимо, и год нас ждет такой же энергичный, добродушный. Впрочем, спросим об этом у Оксаны, дрессировщика. Кому как не ей знать о поведении своего питомца? Ну, во-первых, хочу поздравить всех с наступающим. Я и, соответственно, мой спутник Марик. Он у нас в жизни очень шкодливый, очень, очень веселый. Сами слышите, постоянно разговорчивый, постоянно такой вот, все его интересует. Ну и год, наверное, такой же будет. Сейчас мы попробуем, чтобы Марик нам предсказал, каким будет Новый год. Для всех, для вас, для цирка самого, естественно. Ну и, пользуясь случаем, я спрошу, каким будет Новый год для нас с оператором. Так, вот такие у меня есть бумажки. Здесь написано, что нас ждет. Вот я их передаю Оксане, но она уже попробует с Мариком общий язык найти. Это какой, что ждет Бичан? И что там ждет Бичан? Так, сейчас уронил, давайте я возьму. Так, вас ждет правильный выбор. Можете рискнуть, все удастся. Обезьяна будет мудрой. Ну, я думаю, выбор, это, наверное, речь идет о выборах в Государственную Думу. Так что, какой мы ни сделаем выбор, я так думаю, он будет мудрый. А вот верно ли, что обезьяна мудрая, Оксана, это так? Это действительно так, да. Они очень мудрые. И даже люди могут у них очень многому поучиться. Это действительно правда. Попробуем еще что-нибудь? Да, ну давайте теперь попробуем, что ждет ваш цирк. Вот эту тебя, да, молодец. Так, вот бумажечка. А цирк вас ждет за кулисами, вот ведь надо же, как интересно. За кулисами будут волнения, возможные отставки, скандалы. Ну, будет очень интересно жить, обезьяна развлекается. Марик Шалун? Очень хороший Шалун, очень. Да, и очень хороший воришка. Очень. Чуть что не так, положишь какой-то кусочек яблочка, там апельсинчик, смотришь, он уже у Марика. Вот. Сейчас мы посмотрим, что же ждет нас с оператором. Марик, ну скажи, что ты нам нагадаешь, какую бумажечку возьмешь? Вот эту Марик хочет бумажку. Так, что же там ждет нас? Деньги не свалятся с неба без усилий. Ну, оно это и понятно. Придется потрудиться. Труд превратил обезьяну в человека, с этим трудно поспорить. Деньги не свалятся с неба без усилий. Ну вот, судя по Марику, такой нас ждет год. От себя хочу пожелать, чтобы вы никогда не теряли своего человеческого обличия. Каким бы год для нас не был. И еще, подарите себе праздник в новогодние каникулы. Можете прийти и вот так же, так сказать, тет-а-тет пообщаться с обезьяной. На этом наш последний в 2015 году выпуск завершен. Я желаю вам, чтобы в новом году вас ждали только хорошие новости и окружали только добрые люди. До встречи в понедельник, 11 января 2016 года. Субтитры предоставил DimaTorzok